Сегодня в редакцию новостей ВТВ вновь обратились жильцы бывших общежитий по улице Ленина. Подвал одного из домов там наполнился канализационными стоками. Ситуация вроде бы ничем не примечательная, однако повторяется она по рассказам людей уже не один год. Но кто же виноват в этом? Управляющая компания или сами жильцы? Сегодня это попробовали выяснить наши корреспонденты. Магазин «Спорт и туризм» является пристройкой к жилому дому по улице Ленина 81. Накануне его офис пережил наводнение. И хорошо бы, если вода была водопроводная. Жидкость из канализации выступала из слива душевой кабины и унитаза. На следующий день история повторилась, рассказывает сотрудник торгового предприятия Артур. Сегодня группа жильцов вместе с работниками магазина решилась на отчаянный шаг – вскрытие подвала. По их словам, буквально накануне управляющая компания «Жилремсервис» сменила замок, чтобы скрыть свое бездействие. Вонь невозможная. Никто в подвале не присутствует, никто воду не откачивает. Мы этим дышим уже 12 лет. Мы уже устали от этого. Действительно, в подвале канализационные стоки в некоторых местах по колено, а то и больше. Сбрат отсюда поднимается и до верхних этажей. По утверждению Валентины Кривошеи, несколько лет назад старые чугунные трубы сменили на новые. На работы потратили около 400 тысяч рублей. Но фекалии продолжают стекать в подвал, а ЖЭК продолжает бездействовать, говорит возмущенная женщина. Вот эта новая канализационная труба, за которую они нас собрали, «Жилремсервис», 400 тысяч. Это идет моча. Вы слышите запах? Запах мочи. Вот этим мы дышим. 400 тысяч отдали. За что? Непонятно. Во всем виноват ЖЭК. Так считают некоторые жители дома по Ленина 81. Однако у тех, кому приходится возиться в том, что заполнило его подвал, совсем другая точка зрения. Жители пользуются канализацией как мусоропроводом. Нам нельзя пользоваться. Нам дышать. Лень пройти до мусорки. 100 метров. Кидают в унитаз. Все. Начиная от картофельных очисток и кончая, даже бывает вот эти, с унитазов, от дужки плавают. Трусы, лифчики, все, что угодно. Все это ложь. Ложь. Даже создавая телефон выплываю. Ложь. Это не ложь. Вы забыли, как я вам вешал возле первого подъезда, доставал из колодца? Это ложь. И вешал, так развешивал флаги. Это, кстати, я доставал при жилищной комиссии. Слова сантехника, не назвавшего свое имя, подтверждают и в управляющей компании «Жилремсервис». Специалисты говорят, что канализацию забивают сами жильцы. Уже третий день подряд работники водоканала не могут прочистить систему вывода, чтобы стоки ушли из труб под домом в канализационную систему города. Их разрывает, и все, соответственно, остается в подвале. Канализация забивается только от одного. Когда у нас собственники не умеют пользоваться правильной канализацией, у нас сливаются унитазы, все, что можно. И все, что нельзя сливать. Просто-напросто. А только из-за этого происходит забой. Водоканал уже второй или третий день прочищают вместе, вместо с нами. Вот не можем пока прочистить. Мы работаем, все работают. Водоканал вчера выезжал на эту заявку. У нас все зафиксировано в журнале заявок, как положено, чтобы нет. Подобные проблемы в бывших общежитиях по улице Ленина преследуют и их жильцов, и работников ЖЭКа из года в год. Кто прав, а кто виноват. И как закрыть дурно пахнущий вопрос, раз и навсегда, не знает никто. И похоже, пока стороны не придут к общему знаменателю, придется жить и разгребать. То, что сейчас заполнило подвал дома Поленина 81. Виталий Никулин, Петр Авдеенко, Новости ВТВ. Субтитры создавал DimaTorzok